друзья всем привет утро сейчас едем на авторынок будем забирать автомобили какие-то автомобили находятся на авторынке какие-то нет вот мы сделаем такое небольшое сравнение до 2 одинаковых автомобилей это всеми известный honda степ вагон спада по одинаковой стоимости но с разными пробегами почему почему так происходит заберем и кроссовер и микроавтобус и и заберем даже кейкар поэтому кто еще не подписан наш канал обязательно подписывайтесь кому нужна помощь приобретение автомобиля звоните пишите мы всегда на связи все присаживайтесь поудобнее поехали 1 1 автомобиль на сегодня который мы забираем это кроссовер и nissan x-trail и видите белый шикарный белый перламутровый цвет модные туман очки модные ходовые огни не туманочка ходовые огни сонары фары линзы на родном литье и как видите это гибридная версия автомобиля очень хорошей комплектации лобовое стекло идет родное на крыше установлены рейлинги бесключевой доступ кожаный слуха кожаный салон то одно название на то что салон кожаный автомобиль 4 по моему четыре с половиной балла пробег сейчас посмотрим в районе 80 тысяч проверяли его еще в начале мая только сейчас сейчас его забираем багажное отделение чистенько аккуратненько пластик не поцарапан не царапан там у нас батареечка находится кстати вот гибридная версия до дверь у нас идет задняя электро я на таких автомобилях еще не ездил именно на гибриде ну как где-то по рынку до проверяли катались но по городу по трассе по трассе это будет так сказать первый опыт 2 подстаканника кармашки поэтому посмотрим как он себя сейчас ведет обдув видите в чем примечательность x3 вода у него полно идет здесь нету ворса очень удобно протирать его кстати идет идет подсветочка здесь тоже идут кожаные вставки естественно естественно это стеклоподъем там греется пойдемте быстренько посмотрим подкапотное пространство этого автомобиля 2015 года миллион четыреста двадцать отдали его за миллион четыреста здесь тоже ребят придраться и придраться реально не к чему автомобиль целый не битый не крашеный оба сели видео дверь открываем на табло у нас показано какая дверь открыта также если откроем багажник там левую дверь заднюю левую дверь все будет указано 2 в.д. авто можно включить блокировку подогрев сидений горный спуск да там автомобиль будет сам ехать тормозить два ключа аукс ручки переключения передач климат контроль он идет здесь двойной мультимедиа системы все идет родное далее значит управлением музыкой кстати все работает все включается круиз-контроль всевозможные функции управления дисплеем руль идет кожаный японец установила такого плана пищал очки тоже очень удобно очищенится значит по месту по месту ну да чем говорю про место да так вот так сделать место в таких таких автомобилях реально много то есть тебе не тесно голова никуда не бьется ладно давайте сейчас немного поедем посмотрим как он ведется по дороге кстати пробег 87000 знаете вот стояли стояли писали пока договорчик машина была заведенная да сколько минут пять времени прошло сейчас автомобили заглох кстати я вам еще не показал вот включил заднюю скорость включил заднюю скорость машина завелась камер кругового обзора с траекторией сонар чеки все здесь работает есть повторяю комплектация хорошая вот опять автомобиль у нас заглох но я думаю как-то да гибридная установка этого автомобиля будет помогать но полноценно там хотя загадывать не будем сейчас сейчас посмотрим по дороге смотрите вот отъехали отъехали скорость небольшая едем до едем на электротяге едем на батарее эти оборотов оборотов 0 то есть ставят газку дать вот только дал газку чуть-чуть все обороты подскочили по подвесочке видите да какая у нас дорога здесь каждое видео говорил ну такой то что он вот опять заглох то что он такой прям мягкий прям мягкий такого такого сказать не могу еще какой-то вот тяжелый тормоз реально вот я не знаю друзья чтобы затормозить приходится сделать какое-то какое-то прям усилия в эту что сел там как-то педальку нажал он-то плавненько раз машинка начинает тормозить здесь прям приходится делать усилия давить на педали ну ладно по по вот такой дороге на небольших скоростях понятно то она работает она не работает по большей части интересует как автомобиль именно гибрид будет себя вести на трассе поехали посмотрим друзья конечно каждому свое я проехал 300 метров на автомобиле я уже сделал для себя вывод я такую машину себе не куплю вот по таким извиняюсь за выражение даже не знаю как назвать по таким дорогам на таком автомобиле я еще не ездил но мне этого достаточно едешь бум-бум стук стук ты как-то вот аж из сиденья пытаешь пытаешься я не знаю выпрыгнуть я понимаю конечно каждому свое да но себе такой автомобиль я не куплю итак спускаемся скоро 60 двигатель не работает то есть все таки все таки на батареям катится газ кудаем естественно у нас то смотрите 80 80 едет то есть nissan чеки тоже молодцы как работает круиз-контроль сейчас честно время нет показывать тем более по трассе не по трассе а по городу движение тут сумма как движение не на то что сумасшедшая да кстати датчик движения по полосе тоже работает слышали да он сейчас запищал круиз-контроль здесь должен быть у нас активный то есть автомобиль сам разгоняется сам тормозит вот опять двигатель завелся опять начинает глохнуть и педалька меня это вообще бесит прям грудь такое усилие приходится делать до чтобы чтобы нажать на тормоз вот и так это nissan x-trail двигатель мр-20 32 кузов но если это не гибридная версия это нт-32 если это гибридная версия впереди стоит буковка h h нт-32 2015 год двигатель мр-20 уже говорил вот гибрид 2015 год стоил миллион четыреста двадцать минут видите даже на окошке написано миллион четыреста двадцать отдали его за миллион четыреста с этим автомобилем будем закругляться сейчас покажем вам два интересных и интереснейших автомобиля это honda step вагон спада по одинаковой цене практически по одинаковой цене там по моему разница посмотрим пять десять тысяч но с разными пробегами у одного пробег 100000 у другого пробег 50000 и мы с вами немножко разберемся разберемся в чем прикол ни в коем случае не хотел обидеть будущего владельца данного автомобиля да то что то что я сказал по подвеске друзья это это лично мое мнение так друзья собственно вот он вот он наш первый красавец это honda step вагон не помню говорил не говорил года до говорил то что будет их два и так вот этот автомобиль 2017 года выпуска в очень хорошей комплектации принципе здесь есть все посмотрите на какой он резине цвет у него знаете такой вот даже не знаю как этот цвет назвать но поверьте он смотрится просто шикарно он целый он не бит и не крашеный у него по кузову практически нету никаких косок не царапин ничего полтора литра turbo кожаные вставки спада кожаный руль подлокотники чистейший ухоженный салон магнитофон пробег видите 104 тысячи час представляете 24 градуса у нас на улице как-то потеплело две электро двери стеклоподъемники все здесь есть он целый видите все включается все открывается все работает два капитанские кресла называют их проход на третий ряд сидений по месту очень удобно просто великолепно я не знаю как это назвать шикарно столик сел я не знаю водичку сюда чего угодно можно поставить видите как удобно здесь вот такого плана кармашки 2 печка подсветка диодная идет ручки аэрбэги в стойках в задних стойках тоже спереди идут аэрбэги но великолепный шикарный автобус шторочки вот такие вот здесь встроенные идут фишка этого автомобиля кто еще не знает кто еще не знает это задняя дверь да она открывается в двух положениях либо вот так либо она просто ломается то есть дверь открыли для чего это сделано когда вот трансформацию нас таком положении мы можем попасть на третий ряд сидений то здесь специальная постель такая до ногу сюда поставили залезли ручкой закрыли все мы сели но скажу так третий ряд сидений третий ряд сидений маловато места как бы спинка сейчас откину туда но тем не менее детям сама то взрослому здесь будет все таки тесновато ладно поэтому автомобильчик мы немного с вами походили видите еще можно даже и открыть его сзади немного с вами походили сейчас сейчас покажем вам еще такой один автомобиль и расскажу почему разная стоимость ну понятно то что год года но все же я думаю будет интересно так чему еще уделить внимание мультируль печка кондиционер кстати надо включить все работает активный круиз-контроль кожаный руль огромная просто торпеда сведено все вот прямо центр перед тобой то есть великолепно шикарно все видно вот эти вот стоечки до в стойках большие такие окна то есть тоже добавляет обзорности зеркало зеркало которое тоже добавляет обзорность и просто нереально нереально высокий потолок и нереально огромные солнцезащитные козырьки стоимость автомобиля миллион двести по моему миллион двести восемьдесят пять здесь бардачок автомобиль у нас с родным аукционным листом три с половиной балла сто четыре тысячи пробег ребята машину смотрели машинку смотрели тоже в начале мая сразу не сказал вам немного я вам соврал немного сам того не хотел он подкрашенный у него есть подкрас вот в этом месте была небольшая царапинка все все остальное в автомобиле целая давайте прокатимся на этом красавцы друзья вы знаете мне кажется японцы немножко перестарались как-то слишком много места со стороны водителя же узнаете хочется взять подвинуть немножко немножко кресло вперед но опять же по ходовым качеством очень нравится просто просто все великолепно вот чем мне нравится вот эти басики бусики да ты едешь вот смотрите какая тетя у нас прям наглая такая лишь бы проскочить бы до едешь такую в развалочку вот опять же сейчас сравниваю с x-trail до который вот только что отогнали в транспортном компании еще раз простите меня пожалуйста новые владельцы автор пире но это мое мнение вот с ним сравниваю нравится мне езда на этом автомобиле нравится его динамика полтора литра turbo то есть даешь немного газку он реально у тебя взлетает понятно то что я сейчас еду в данный момент один да если усадить сюда всю семью там 678 человек не знаю собаку кошку еще и сумок накидать все равно будет не то но тем не менее японцы молодцы полтора литра turbo он он реально себя тянет значит пробег у автомобиля сто четыре тысячи каких-либо вопросов по подвеске нареканий ну ну их просто нет вообще никаких здесь также есть у нас круиз-контроль можно выбрать расстояние до впереди едущего автомобиля датчик движения по полосе то есть если у тебя если мы будем кстати он работает работает он датчик движения по полосе только в том случае если на дороге естественно если на дороге есть разметка то есть будем уходить до из полосы куда-то влево вправо наш автомобиль он будет возвращаться сам но но не постоянно как бы скажу честно на хонде этого не проверял но по крайней мере взять там forester да по моему он два раза возвращается два раза возвращается и на третий раз если ты руль не возьмешь руки то есть функция это функция это работать перестанет как здесь я думаю смысл один и тот же то есть также раз-два и все потом эта функция у нас отключится ребят у кого есть такие автомобили у кого есть вагон у кого есть x-trail в гибриде кто гибридная версия напишите в комментариях в какой местности вы живете то есть либо это как владивосток да там горы сопки либо не знаю там равнина какая-то просто интересен расход топлива как бы везде да там в ровной местности и где вот где вот такие сок вот этот степ вагон степ вагон я думаю у нас по городу он будет кушать с нашими пробками с нашими сопками у литров литров наверное 10 кстати вот сейчас вроде как самоизоляция да хотя нихрена это самоизоляция нету из них конечно за выражение народ немножко не будем ругаться на наплевал на это все то есть такие глобальных как бы пробок нету но тем не менее где вы видите самоизоляцию он кондиционеры заправляют я не знаю по центру да даже есть какие-то небольшие пробочки но кстати народ стал стали носить маски не все но все больше больше людей одевают маску ну опять же маски реально тяжело ходить вот сейчас стояли в банке была очередь сколько мы там простояли минут 40 наверно ну прям прям тяжело находиться конечно маски как у вас дела обстоят городе тоже напишите мы вернемся немного к расходу топлива до автомобиль приехал он продавался в городе артем это ну в районе 50 километров от воде востока значит пригнал пригнал его продавец вот показывает расход топлива 88 не путайте да вот со своими автомобилями там русской сборки и так далее здесь показано то что на 1 литр на 1 литр мы проезжаем 8 и 8 километров но мне кажется как бы не знаю почему он так показывает но должен показывать чуть-чуть побольше как я и говорил я думаю он будет кушать где-то литров литров наверное 10 с нашими вот еще раз повторяю спусками подъемами пробками то есть у нас нет такого напоминаю то что вот мы встали да и просто едем по ровной дороге у нас вверх вниз там влево вправо чего у нас чего настолько нет кто бы там что не говорил про рынок про авторынок зеленый угол он живет своей жизнью как принципе он и жил все вертится все крутится продавцы есть машины есть все все работает вот стоят торговцы торгуют японскими товарами и опять же возвращаемся к теме грунтовой дороге грунтовой x-trail а вот не поверите но на степ вагоне мне вот сейчас ехать вот честное слово друзья намного комфортнее намного комфортнее семья и просто по этой дороге только в другую сторону на улице авторинка на x-trail и не знаю почему мне так это не понравилось почему вот у них подвеска такая не настроена но вот ребят реально x-trail отдыхает по сравнению даже вот со степ степ вагоном так ребят ну как-то неожиданно быстро сработала транспортная компания до хотели вам показать степ вагон вот он стоит он уже стоит на автовозе стоит на фуре и так он у нас получается 15 год цена у него цена у него такая же пробег у него 50000 до в чем разница ну понятно разница то что как бы год да там 15 и 17 год но тем не менее он у нас идет rk у этого автомобиля замена крыльев передних передние крылья поменяли внутри идет все целое и есть подкрасы в частности подкрас заднего крыла с переходом на дверь и то же самое у нас идет то же самое идет с левой стороны открыть мы вам уже не откроем на потому что видите как они вот стоят хотели вам по салончику показать все показать автомобиль уже закрытой примерно хотя бы посмотрите да как они грузятся как они стоят на автовозах естественно это сейчас все дело у нас будет крепиться то есть автомобиль во время движения никуда не уйдет окна у нас лазить в общем даже не знаю что он еще рассказать показать про него потому что не открыть не залезть не как бы ничего ничего с ними делать но я думаю ясно да то что состояние пробег цена качество и так далее и сейчас еще не переключаете сейчас еще для сравнения пойдем заберем еще один автомобиль но это уже будет маленький маленький кейкар друзья следующий автомобиль это не менее там интересно не менее популярный и карк небольших таких размеров с виду но очень большой внутри это honda nbox его хотят тоже все знаете как и honda nvgn максимальной комплектации и так это такое микро вен микро там кейкар боковые двери сдвижные но поверьте у него очень большой просто огромный салон сейчас мы туда зайдем я вам все покажу цвет у него знаете такой коричневый интересный красивый он без да он у нас идет без окрасов но он идет тоже эко не помню есть или нет аукционный лист в наличии но продавец ничего не скрывал сказал все как езда вот он лежит родной аукционный лист пробег на автомобиле 112 тысяч у него замена крышки багажника замена торцевой планочки остальное все идет автомобиле целенькая и так значит вот эта крышка багажника она у нас меня на ну и за бампером получается там есть торцевая планочка салон не надо пугаться на состояние салона до японец он какой-то был такой он видимо много-много возил автомобили салончик такой грязненький но покупатель продавец они договорились пищик покупатель занимается занимается салонами поэтому он сказал его это абсолютно не пугает вот он сам придет порядок продавец сделал скидку на автомобиль стоил он 400 тысяч 400 смотрите как трансформируется салон отдали его за 390 и вот таким образом у нас поднимается второй ряд сидений посмотрите сколько сколько места много по левой стороне дверь у нас с вами идет электро место смотрите а я не знаю сюда можно еще наверно одного меня посадить до после этого я только упрусь коленками вперед колонки подстаканник окошко ручка шторочки и все это за 400 за 390 тысяч рублей левая электро дверь кармашек нереально высокий потолок давайте с этой стороны с вами выйдем так будет немного поудобнее бесключевой доступ ветровики здесь место тоже очень много да это не turbo торпеда подушки безопасности целое все целое магнитофон очень много света в автомобиле большие стекла вот здесь стоечка на нас такая тоненькая попадает реально много света попадает салон автомобиля напоминаю 07 руль идет обычный дверная карта пластик электрической стеклоподъемники 1 электро дверь кнопку нажали поехала дверь у нас открылась также нажали дверь закрылась корректор фар отключения антибукса руль у нас регулируется с вами вверх вниз по вылету не регулируется мультируль мультируль работает дальше значит камера заднего вида есть кондиционер работает проверили место по передней части автомобиля в рекламе не нуждается его очень много из удобств подлокотник ну вот это вот не знаю как это назвать подстаканник что ли это подстаканник сюда даже не влезет здесь у нас есть небольшая ниша что-то можно положить туда ну и вот такого плана крючок розетка на 12 вольт просто на уроде называется это прикуриватель пробег все соответствует ну и посмотрите спидометр до такого интересного плана он зеленоватым зеленоватым оттеночком так начинаем движение кстати узнать вот это вот стоянка здесь основная масса автомобилей одни кейкар вот посмотрите первый ряд второй ряд кейкары посмотрите с правой стороны сколько кейкара даже можно наверное ценник до узнать мира с 280 тысяч кто-то недавно интересовался про альту 290 тысяч еще одна мира с 305 тысяч еще на suzuki альта 307 тысяч плюс торг еще одна мира с 325 тысяч какая-то модная альта 385 тысяч альта еще один эндбокс 485 тысяч еще одна мира 345 тысяч 345 еще одна мира 305 тысяч рублей очень много кейкаров на данные данные автостоянки и так выезжаем ну понятно то что на автомобиле мы уже катались но для вас повторим пробег значит пробег так сейчас что парати на одну закрыли сейчас протиснемся здесь так протис протиснулись пробег на автомобиле сто тысяч сто тысяч но машинка она обслужена вот едешь не бряка не скрипа не ну как не бряка не скрипа я имею ввиду по подвесочке вопросов нету да то есть она не гремит она не стучит по салончику да по салончику конечно пластиком присутствует пластиком поскрипывает но не знаю 5 секстры вам что ли сравнить что лишь но ребят на честно на x-trail были ну вообще все просто просто мне не понравился в общем по подвесочке вопросов здесь нету соотношение опять же цена-качество до 100000 пробега 390 тысяч цена автомобиль у нас так какого нас года 2015 год 58 лошадиных сил 390 тысяч в принципе в принципе вариант неплохой на за исключением салона но опять же состояние салона автомобиль он только-только пришел если бы он побывал на автомойке побывал химчистки то вот этого всего то что вы видели так осторожненько вот этого бы всего то что увидели по салону этого мне было он блестел бы сиял сверкал и так далее ребят нашел нашел минус в данном автомобиле подлокотник знаете он какой-то вот резиновый как поролоновый вот посмотрите он он реально гнется весь мне кажется вот это минус данного автомобиля больше минусов наверное нет вот на сегодня все будем заканчивать все-таки хотели показать вам вторую спаду никто не ожидал то что прям моментально ее погрузят на автовоз вот но я думаю вкратце да немножко разъяснили почему так почему так цена скачет то есть если вы хотите себе автомобиль с небольшим пробегом там 50000 что у вас будут какие-то нюансы по кузовщине это да у цельнг авто у автомобиля с пробегом 100000 тоже есть под краса но не такие и того хотите машина с небольшим пробегом это будет скорее всего какая-нибудь эрго замена чего-нибудь как допустим на вот этом автомобиле до либо как на спаде но рк рк тоже рознь допустим поменяли крылья страшно в этом ничего нет а если допустим поменяли крылья до заделок несущую часть кузова то это уже не есть хорошо то же самое касается допустим с дверьми поменяли дверь вот эту там допустим левую страшного ничего нету а если задела порог там вырезали порог это уже опять же не есть хорошо но если вы хотите прям идеально целый автомобиль будет пробег 100 120 там 130 тысяч для японского автомобиля это не пробег вот либо либо копите деньги то есть такой спады такой спады комплектации cool spirit за 1 и 3 идеально целого кузова с пробегом 50000 не будет вот на сегодня все всем пока